Еще до начала встречи было ясно, игра получится непростой. Спутник по ходу этой серии понял, можно обыгрывать и действующих чемпионов, а Таросу тем более отступать было некуда. И на третьей минуте Александр Степаненко, подхватив шайбу в средней зоне, в одиночку обошел оппонентов и, обыграв Дениса Перевозчикова, открыл счет в столь важном матче. Несмотря на это, гости взяли себя в руки и атаковали ворота Евгения Лобанова, но безуспешно. Как для нас, так и для соперника. Это решающий матч. Либо выиграл, либо проиграл. Поэтому готовились. Мы в основном восстанавливали силы, копили и постараемся исправить ход событий. Может сложиться по-всякому. Может быть 1-0, может 2-1, а может быть 6-5. Тут уже сложно что-то предугадать. Во втором периоде напряжение возросло и чередой пошли удаления гостей. Защитник спутника отправился на скамейку штрафников, а Тарос взялся за реализацию большинства. И удалось это Илье Суслопарову после передачи Квиченко и Артема Кислова. В гости сменили голкипера. На защиту ворот вышел Сергей Денисов. Счет 2-0 продержался недолго. Уже через 20 секунд пропущенная контратака и ошибка в обороне привели к тому, что спутник открытал одну шайбу. У Тароса была отличная возможность увеличить разрыв в счете, когда соперник получил двойное удаление, и команды остались в формате 5 на 3. Но спутнику удалось отбиться. Более того, забить весьма неприятный гол, что называется, в раздевалку. В самом конце второго периода стало ясно. Придется начинать все сначала. Допустили ошибки. Соперник сразу наказывает. Надо играть. Надо играть спокойно от обороны. Поймать. Наверное, соперника на контратаку забить и не пропустить. В заключительном периоде Таросу потребовалось 15 секунд, чтобы вернуть преимущество в счете. После броска Дениса Менгалеева нефтекамцы повели 3-2. Спутник всеми силами создавал опасные моменты, иногда в прямом смысле пытаясь протолкнуть шайбу ворота Евгения Лобанова. Скользкое преимущество в один гол заставляло не на шутку переживать. Но за две минуты до конца третьего периода Артем Кислый забрасывает четвертую шайбу. Дальнейшие усилия соперника ни к чему не привели. Тарос побеждает при счете 4-2 и выходит в одну четвертую. Следующие игры 12 и 13 марта «Ледяные глыбы» проведут дома с командой «Сыра арка». И это противостояние обещает быть не менее захватывающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова